Вашингтон 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 наступлении свидетельствуют публикации не только украинских и западных, но также и российских источников. В частности, российские провоенные блогеры пишут, что основные силы России еще не вступили в бой. И о готовящемся новом наступлении России в понедельник заявлял и генсек НАТО Йенс Толтенберг. По его словам, нет никаких признаков того, что Кремль готовится к мирным переговорам, а Путин сохраняет свои максималистские планы по захвату Украины. Президент Украины Владимир Зеленский накануне в ежевечернем обращении к украинцам сказал, что ВСУ сейчас проводит активную подготовку, чтобы не допустить реванша России на поле боя. И поблагодарил западных партнеров за поддержку. Наши силы обороны и безопасности, государственная влада Украины, наши партнеры, мы все разом спрямовываем наши усилия так, чтобы России не лишь не удалось отыграться на поле боя, а чтобы оккупант втратил в своих попытках реваншу, остальную надежду на агрессию. Прогресс России сделает безальтернативным надежный и тривальный мир. Журналистка из Харькова Мария Малевская накануне побывала в приграничных населенных пунктах Харьковской области и выяснила у украинских военных и местных жителей, готовятся ли они к тому, что российские военные могут предпринять попытку прорыва, подобную тому, как это было в начале полномасштабного вторжения в прошлом году. Материал Марии Малевской далее. Так и Волчанск, и Купинск ежедневно в каком-нибудь из сел или поселков на границе от обстрелов разрушаются жилые дома, больницы, учебные заведения. Но главное, в обеих громадах, и в Дергачевской, и в Золочевской, и военные, и главы военных администраций, и пограничники говорят о том, что скопление сил по ту сторону кордона они не наблюдают. Периодически есть заходы диверсионно-разведывательных групп. Это группы до 10 человек, их тут встречают с боями. Есть обстрелы с вертолетов, это если говорить о Золочевской громаде, и из всех возможных видов вооружения по населенным пунктам Дергачевской громады. Все населенные пункты, которые идут вдоль государственного кордона, они, на жаль, подлагают сейчас еще обстрелам с территории Российской Федерации. То есть это такие системные, но одинокие обстрелы минометом. В основном это работает минометный рассчитыватель и бьют с танку. В целом, если говорить о ситуации на границе, людей в селах там осталось очень мало. Если это был населенный пункт на 500 тысяч жителей, то сейчас в нем может оставаться 30-40 человек. Это те, кто принципиально не хотят выезжать. Чаще всего это пожилые люди. Зачастую там нет света, газа, воды. И ремонтные бригады туда еще не скоро запустят из соображений безопасности. Выживают люди в основном на гуманитарке, но далеко не всем международным волонтерским организациям. Их протоколы безопасности позволяют заезжать в такие населенные пункты. Автомобили там обстреливают, поэтому ситуация гуманитарная крайне сложная. И в то, что война может скоро закончиться, там не особо верят. И к новому наступлению со стороны России там, мне кажется, морально готовы. Поэтому даже тот факт, что скопления сил по ту сторону границы нет, не говорит о том, что российские войска не смогут быстро перегруппироваться. Накануне глава Харьковской военной администрации Алексей Негубов заявил, что если будет новое наступление, мы должны быть к нему готовы. И оно не должно стать для нас неожиданностью. Это же не футбольный матч, который длится 90 минут. Вот осталось 5 минут потерпеть. То есть никто не знает, когда она закончится. И, возможно, новое наступление России мы сейчас обсудим с военным экспертом. Михаил Жирохов присоединяется к нашему эфиру. Михаил, здравствуйте. Доброе утро. Вот Алексей Данилов говорит, что Россия может пойти на масштабную эскалацию и наступление с севера, юга и востока, как это было год назад, 24 февраля, в те же самые дни, и это, в общем, всего через три недели. Это реально, как вы думаете? Ну, я бы сказал, что все зависит исключительно от погоды. Потому что сейчас погода держится теплая, дороги полевые абсолютно непригодны для колесного транспорта. И поэтому наступление в таких условиях, ну, оно выглядит, ну, как минимум самоубийством. Ну, вот, если мы сейчас будем вспоминать события годичной давности, то уже за три недели до первого наступления 24 февраля российского вся эта техника, которая в итоге наступала, она была у границы. Собственно, она там накапливалась. Тогда пророссийские власти отрицали планы наступления. Сейчас есть эта техника у границ, как вы думаете? Да, постоянное накопление, как минимум, в Беларуси идет. Постоянное накопление, как минимум, в Курской области идет постоянно. Но сил и средств сейчас явно недостаточно и в разы меньше, чем было год назад. А в сколько раз, если в разы меньше? Ну, если говорить, то где-то в полтора раза меньше сил сейчас заводится на приграничной территории. А мы можем сравнивать, что было тогда, чего нет сейчас? Если говорить про технику, про соединение военное. Очень сложно сравнивать, потому что сейчас большая часть это мобилизованные, из них сформированы новые части, дополнены те части, которые были до 24 февраля прошлого года. Поэтому меньше, но не так, чтобы кардинально. Вы можете объяснить, откуда Россия эти силы вообще берет, откуда она берет технику, учитывая, что российская армия продвигается сейчас на Донбассе, хоть не слишком быстро. Последние полгода там происходит, россияне там захватывают буквально метр за метром. Но, собственно, если идет война там, если Россия ведет боевые действия там, неужели она может еще отдельно накапливать резервы? Нужно понимать, кто именно сейчас ведет боевые действия. Абсолютно точно, что Бахмут, Солидар, боевые действия ведет ЧВК «Вагнит». Наступление на Донецком направлении под Авдеевкой ведет так называемые армейские корпуса, сформированные на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Единственное место, где российская кадровая армия воюет, это Угледар. И то там воюют буквально одной бригадой, одним полком. Все те мобилизованные, вся та кадровая армия, она сейчас не участвует в активных боях. И поэтому имеет возможность Россия накапливать резервы. Можете ли вы, например, представить, как может выглядеть это новое масштабное наступление 24 февраля? Вот Данилов говорит, что это будет, опять же, с трех направлений. С северо-востока и, насколько я понимаю, с юга со стороны оккупированного Крыма. Это реально? И вообще, ну, это будет происходить точно так же, как это было год назад? Абсолютно нет. Россияне сделали свои выводы и наступление, если оно будет, например, с Белоруссией, оно будет подкреплено белорусскими войсками, которые будут идти вторым эшелоном и брать под контроль территории. И я, например, не исключаю возможности наступления на Харьков, потому что Белгородская область является тылом, и логистика проще, и наступать там будет в разы проще. Но тут именно что военное искусство, не военная наука, а военное искусство, и это все зависит от того, как будут планы и как они сделают, ну, скажем так, это наступление неожиданным для украинского команды. Ну, вы думаете, оно может быть неожиданным? Думаю, что нет. Все варианты просчитываются не только нашими генералами. Есть и большое количество разведывательной информации наших западных союзников. Думаю, разные варианты отрабатываются, и все под контролем. Михаил, да, вот если говорить про вообще украинских военных сейчас, украинские военные, украинские пограничники, они сейчас в каком состоянии находятся? Они находятся в том же состоянии боевой готовности, как было год назад. Условно, сейчас они способны российскую армию, например, на севере Украины, со стороны Беларуси, или на востоке, в Сумской области, просто не пропустить, как это было в первые дни войны год назад? Абсолютно точно степени готовности в разы больше. Это и фортификация, это и минные поля, и это в целом готовность воевать, воевать и готовность защищать конкретные рубежи. Тем более, что уже опыт изучен, опыт войны тоже внедрен, и, я думаю, совсем другая будет ситуация в случае повторного российского наступления. Вот мы много об этом говорили в самом начале войны, тогда под Киевом, буквально, кажется, в первый месяц войны стояла колонна, которая тянулась на десятки километров из российской военной техники. Такое возможно снова? Сейчас это уже абсолютно невозможно. Объясните. Потому что возможности разведывательные и ударные украинской армии, они в разы больше. Сейчас есть и хаймарсы, и артиллерия 155 миллиметров, и, что самое главное, это информационное поле. Тя разведывательная информация, она очень быстро актуализируется, и достаточно быстро реализуется эта информация. Михаил, у меня последний вопрос. Сейчас много говорят о том, что Владимир Путин будет пытаться успеть эту новую масштабную атаку провести до того момента, пока в Украину приедут танки, которые западные партнеры Украине пообещали. Вы думаете, действительно будет? Ну, я бы не стал говорить, что это зависит от поставок какого-то вооружения. Эти планы в России прорабатываются независимо от готовности или неготовности украинской армии наступать. Михаил, спасибо вам огромное. Михаил Жирохов, украинский военный эксперт, был гостем утреннего эфира настоящего времени. Как вы слышали, Михаил тоже не масштабного российского наступления, хоть и не считает его таким же масштабным, как это был год назад. Спасибо. Ну, теперь Донбасс. Российских военных удалось отбросить от трассы снабжения украинских войск под Бахмутом. Об этом заявил представитель восточной группировки украинской армии Сергей Чареватый. По его словам, в Бахмут сейчас доставляются все необходимые боеприпасы, снаряжение, еда и амуниция. Отвечая на вопрос о возможности отхода украинских подразделений из Бахмута, Чареватый сказал, что такое решение может быть принято для сохранения личного состава и ради отхода на лучшие позиции. Накануне трассе подразделения АЗОВ украинская армия опубликовала видео, как украинские военные штурмуют позиции наемников ЧВК Вагнера возле Бахмута. Мороз, давай, Мороз, давай, ем. Пошел, пошел. Иду! Сюда, бежу! За минувшие сутки, по данным ВСУ, российские военные обстреляли украинские позиции в районе Бахмута 197 раз. В результате обстрелов погибли два местных жителя, еще четверо были ранены. В Бахмуте в эти дни работает наш корреспондент Борис Сачалко. Дальше его репортаж из города. Как минимум двое погибших, среди них ребенок и еще четверо раненых гражданских. Российская армия 31 января обстреляла Бахмут, местный рынок. Достаточно людное место даже для такого фронтового города. Местные уверены, это исключительно акт запугивания гражданских. Рядом нет военных. Свидетели вспоминают, что после первого прилета люди бросились кто куда. Погибший 14-летний парень пытался укрыться в пустом киоске, а мужчина погиб, не добежав к автомобилю. Не поднимай, не поднимай. 14 лет. 14. Отпускать. Нормально? Четверок трехсотых отвезли, короче, уже. Вот, я там упал, короче. Он сюда заходил, в эту, короче, дверь, и все. Вот такая ситуация. Вот раз труп, вон два трупа. Ось, дивись. Ось, вон, диви-яка дырка. Диви. Вот это... Просто, извините меня, но это очень-очень-очень жестоко. Это единственная аптека, которая работала у нас в городе. Это очень жестоко. Я не знаю, зачем просто по аптеке бить. Тут единственный район, где был рынок, где можно было хотя бы чего-то купить. Это, ну... Я не знаю, зачем. Здесь нет военных. Нет военных. Их нету. Без звука, без ничего. Вы поможете, да, забрать хотя бы... Приедут медики сейчас. Да, с машиной. Ребят, пожалуйста. Потому что, ну, 14 лет хлопчику. Даже слышно не было, как шло этот разрыв. Потом бух-бух. Мы все попадали. Местные уверены, этот акт запугивания символичен. Обстреленный рынок, он находится на окраине Бахмута, возле уже единственной дороги, по которой можно было раньше относительно безопасно заехать в город. Раньше в город вели три дороги. Две из них находятся под контролем Украины, но под огневым контролем российской армии, которая пытается обойти Бахмут с двух сторон. Поэтому третья дорога, ее называют еще дорогой жизни, сейчас едва ли не единственный путь снабжения. Собственно, по третьему пути заезжали и мы буквально за 10 минут до обстрела рынка. Надо сказать, что сегодня горожан на улицах практически нету. Люди ютятся в волонтерских центрах, в бомбоубежищах. Весь день Бахмут хаотично, но очень плотно обстреливается, причем прилетает даже в те места, которые раньше считались безопасными. Там всегда громко, но сегодня на юбилейку прилетело. Так оно обычно в центр, вот тут как-то, а это я смотрю там вообще. Может пришли вай-фай поймать. Потому что своих успокоить родных, то что и позвонить решили. В связи с обострением ситуации в Бахмуте, люди срочно покидают населенные пункты, которые раньше считались тыловыми, но находятся рядом с Бахмутом. Например, Часовьяр. Сейчас там активно работают волонтеры. Чтобы волонтеры понимали, с какого пункта сколько людей забирать, созданы даже специальные диспетчерские службы. Это диспетчер, да, он вас запишет. Ну, не вас, а человека, который... В Бахмуте там же нет. Так и здесь особо нет связи. Ну, есть же еще такие... Надо не записывать, а уезжать. Мы за прошлый год, даже не за прошлый год, за осень и зиму вывезли больше 7 тысяч людей. Поэтому, ну, это уже далеко не первый раз. Отсюда с Часово-Яра? Нет, не с Часово-Яра. Это с Донецкой области. Раньше они как бы выезжали массово. Сейчас выезжают в основном только, когда что-то случается. Планируете эвакуироваться? Планируем, да, планируем. А когда вот наступило время чек, когда вы уже решились? Ну, это вот на этой неделе. На этой неделе, да? Да, вот эта вот неделя, вот эти вот дни последние, да. Стало особенно громко, да? Ну, да, особенно громко, да, да. А с собой что? С собой две сумки можно взять. Две сумки? Для вас три. Для вас три. А если еще кого-то возьмете, будет четыре. Да, приведи друга. Конечно, очень громко. Света нет, воды нет. Громко уже не то слово. Собрались? Что взяли с собой? Самое необходимое. Самое необходимое. Вон четырех нога лежит под столом. Собачка? Да, вон она. Вон наш красавец лежит. Самое главное. Что касается Бахмута, то в нем на сегодняшний день остается около шести с половиной тысяч жителей. Это последняя информация от мэра города, который, к слову, во вторник призвал всех жителей Бахмута срочно эвакуироваться. Борис Сычалко, Сергей Декун. Настоящее время. Украина. Сейчас к нашему эфиру присоединяется представитель полиции Бахмутского района Павел Диченко. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, спирай. Вот из вчерашнего сообщения о двух погибших, эти обстрелы, мы знаем, что в том числе погиб 12-летний подросток. Вот, несмотря на постоянные обстрелы, в городе продолжают оставаться в том числе дети? Да, к сожалению, остаются дети. Мы проводим работу. Постоянно объезжаем. Мы, как полицейский экипаж Белого Ангела, постоянно объезжаем семьи. Мы просто пытаемся убедить, чтобы люди выезжали. В некоторых ситуациях это удается, в некоторых, к сожалению, нет. Павел, а что они вам говорят? Почему люди не готовы выезжать? За город уже идут бои. Очень опасно. Ну, мотивация разная у людей. У пожилых людей, они, ну, такая, знаете, стандартная фраза, я здесь родился, жил, я здесь и умру. У других, ну, так говорят нам, ну, вроде как еще не сильно страшно, да можно и потерпеть. А если уже вообще будет завал, то мы, конечно же, уедем. Ну, эвакуация продолжается. Вот последние дни нормально, успешно вывозим и пожилых, и несовершеннолетних. Буквально вчера вывезли шестилетнюю девочку, то есть уговорили родственников, ну, поняли. И как раз это было почти в тот момент, когда произошел обспект. Угу. Павел, ну, вот просто, чтобы объяснить, в Бахмуте жилось 73 тысячи человек, сейчас остается 6,5 тысяч. А вот вы можете оценить условно, сколько детей остается? Ну, то есть остается некоторое количество семей. Сколько детей там есть? Около 200 детей. Около 200 детей остается сейчас в Бахмуте. Ну, усилиями нас, полиции, волонтеров, местной военной администрации потихонечку выезжают. Ну, желательно, чтобы это было побыстрее. Дети не должны находиться в таких условиях, дети не должны находиться на войне. И как печальный пример, вот вчерашняя история, когда погиб мальчик, ну, это просто недопустимо. Ну, да, тут просто еще тоже, наверное, важно зрителям нашим пояснить, если они, может быть, не понимают, что, ну, фактически в городе нет электричества, нет воды, нет отопления, и это происходит, в общем, уже последние полгода. Да, уже много месяцев нет обычных условий, ну, привычных для жизни. Света нет, воды, газа. Люди воду набирают просто там с колодцев, с каких-то подручных средств. Мы лично наблюдали картину, была немножечко оттепель, даже такую ситуацию, что люди из луж техническую воду себе набирали. Ну, это просто ужасные условия для жизни. Вот эта дорога, которая, дорога жизни, которая соединяет Бахмут и Константиновку, насколько опасно по ней ездить? Она простреливается? Как часто обстрелы совершаются? Ну, как и в город, может прилететь в любое время куда угодно. То есть нет понимания, нет безопасной какой-то безопасного участка, чтобы, ну, знаете, можно так сказать, чтобы гарантированно безопасно проехать. Постоянные обстрелы и, ну, дороги, соответственно, тоже обстреливаются, местные там, рискуя, проскакивают. Ну, ситуация, конечно, такая. Вы говорите, собственно, насколько я понимаю, нет условно безопасного времени суток тоже. То есть обстреливают ее в любое время? Да, да, да. Ну, времени суток тоже это обстрелы происходят и утром, и в обед, и вечером, ночью. То есть, ну, как, знаете, как говорится, не угадаешь, когда прилетит и куда прилетит. Если говорить про сам Бахмут, вы можете оценивать, сколько зданий там сейчас повреждены, сколько, собственно, не повреждены? И вообще можно ли говорить, что какие-то части Бахмута обстреливаются больше, а какие-то меньше? Есть такое, но, знаете, если по повреждениям, то можно сказать, что примерно процентов 60-65 населенного пункта повреждено. Есть районы города, которые, ну, практически стерты. Это какие-то районы, которые ближе к линии фронта, условно? Да, да, да. Это окраины, и можно за них сказать, что, к сожалению, там ни одного здания нет целого. Павел, можете ли вы представить сейчас, что в какие-то ближайшие дни, это уже допускает Сергей Череват, и будет приказ Бахмута ставить, в том числе полицейского? Ну, мы работаем, действуем в тесной взаимосвязи с вооруженными силами Украины. То есть есть полное понимание, и какой приказ мы получим, такой приказ мы и будем выполнять. Ясно. Павел, я очень благодарен вам, что вы в наш эфир выходите буквально из города, который продолжает находиться под обстрелами уже, в общем, не первую неделю. Павел Дьяченко, представитель полиции Бахмутского района, спасибо вам огромное за эти подробности, за этот эфир. Ну вот, и чтобы оттянуть подразделения украинских военных от Бахмута, российские военные начали наступать на другом участке фронта на Донбассе под Углидаром. Это город в 30 километрах от Донецка. Сейчас этот город российская армия тоже, как и Бахмут, постоянно обстреливает. Кадры, которые из Углидара передают украинские военные, собрала Юлия Горичева. Это вид из обычной многоэтажки в Углидаре. Теперь тут безлюдная улица и сожженные соседние дома. В городе не утихают звуки обстрелов. Вот как звучит Углидар сейчас. Мина не разорвалась. Военные ведут журналистов показать свои позиции. В пути замечают дрон российской армии. Давайте быстрее. Дрон летает быстренько ближе к кустам. Это лесопосадка в нескольких километрах от Углидара. Меняем цель. Цель 105. Я знаю. Вихід. Вихід. Родів назад вони почали атакувати, хотели прорватися тут. Но я так понимаю, що в них нічого не вийшло. Так как мы стояли на месте, так и стоїм на данный момент. Ну, це стратегично важлива для них висота для арків. Стратегично важлива висота. Бойці ВСУ говорят, в последні дні атаки существенно усилились. Сюда на позиции они заходять на двоє суток. Затем меняются. Но эти 48 часов часто приходится работать без сна. В генштабі ВСУ сообщили, що накануне Углидар і сусідні населенні пункти були подверджені огневим атакам противника. В российському генштабі о продвиженні в районі Углидара не говорять. Отчитались только, що в районі города якобы поразили несколько позиций українських военних. А про российские телеграм-каналы опубликовали видео работаючей авиации в районе Углидара. В 13 км от Углидара село Богоявленко. Оно теперь тоже под постоянными обстрелами российских войск. Тут, говорит местный житель Андрей, соседей осталось только около сотни. Он уїжджать не собирается, несмотря на явную опасность для жизни. И вот по какой причине. Навряд ли мы уїдем. Хоть даже и тут-то будет россиянин, все равно. Поэтому с вами физически не мастер? Да. Ну, если родители бросят, то шо ж скажут остальные. Юлия Горичева. Настоящее время. Перед тем, как перейти к следующей теме, я вновь хочу попросить вас поставить лайк этой трансляции, чтобы ее увидели как можно больше людей в Фейсбуке или Ютубе. А еще, если у вас есть информация, которую вы хотите поделиться с нашей программой, или история, которую вы хотите рассказать нашим журналистам, напишите нам письмо на электронный адрес Украина впервые получит от США ракеты дальностью до 150 километров. Они будут включены в новый пакет военной помощи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американском руководстве. Как пишет агентство, вероятно, речь идет о высокоточных планирующих ракетах. Это такие самонаводящиеся ракеты, которые могут запускаться в том числе из установок «Хаймерс». Эти ракеты могут поражать движущиеся цели на расстоянии десятков километров. При этом Украина давно просит у США высокоточные ракеты «Атакамс» дальностью до 300 километров, которыми также можно стрелять из установок «Хаймерс». Однако западные союзники до сих пор отказывались передавать Украине дальнобойное оружие, якобы из-за опасений, что украинские военные начнут бить ими по российской территории, что может привести к неконтролируемой эскалации войны. Сейчас предел дальности ракет, которые использует украинская армия, это чуть более 80 километров. По данным Reuters, в новом пакете военной помощи от США будет также оборудование для систем противовоздушной обороны «Патриот», о передаче которых США объявили в декабре, а также другие высокоточные боеприпасы и противотанковые комплексы «Джавелин». Ожидается, что официально Пентагон объявит о новом пакете военной помощи Украине в конце этой недели. Ну а еще Украина должна получить от западных союзников на первом этапе от 120 до 140 танков. Такие цифры накануне назвал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам Кулебы, в так называемую танковую коалицию сейчас входят 12 стран, однако называть все эти страны куля бы не стал, как и конкретные сроки поставок танков Киеву. У первой хвиле внески в Збройные силы Украины отримают от 120 до 140 одинить сучасных танков захидных моделей. Это «Леопард-2», «Челленджер-2», «М1 Абрамс». И очень рассчитываем на «Леклерк». Два через три месяца. Посол Украины во Франции Вадим Амельченко говорил, что всего западные партнеры уже пообещали Украине 321 танк. При этом другие страны, объявившие о передаче танков Киеву, не уточняли конкретных сроков их поставок в Украину. О том, что сроки поставок имеют значение, говорит бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фогг Расмуссен. По его словам, танки должны быть переданы Украине как можно раньше, поскольку Россия может начать новое наступление даже раньше, чем ожидается. О том, как западные танки помогут Украине на фронте, а также о том, стоит ли ждать Киеву поставок истребителей, в ближайшее время с Расмуссеном поговорила наш европейский корреспондент Заряна Степаненко. Что касается доставки танков в Украину, мы слышим от разных стран разные временные рамки. Например, Норвегия говорит, что Украина получит танки до конца марта. Великобритания говорит, что это возможно к началу лета. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение. Насколько критичен сейчас фактор времени и что может произойти на поле боя до того, как эти танки будут доставлены? Считаю, это дело срочное. Я думаю, танки должны быть доставлены как можно раньше. Дело в том, что Россия готовит новое наступление, и оно может случиться раньше, чем мы ожидаем. Поэтому я призываю страны ускорить процесс принятия решений и поставить танки как можно скорее. Какую разницу, по вашей оценке, обеспечат на фронте танки? Это будет иметь большое значение, потому что западные танки технологически более развиты, чем очень старомодные российские. Так что это даст украинцам хороший шанс вернуть себе часть потерянных земель. Поэтому у нас две задачи. Во-первых, помочь Украине закрыть небо, чтобы можно было избежать ударов по гражданской инфраструктуре и объектам. А во-вторых, мы должны помочь им вернуть утраченные земли. И для достижения этой цели танки имеют решающее значение. По поводу истребителей. Сейчас стоит вопрос, когда или же пока он скорее в плоскости «если». Я не знаю, но... Я не знаю, но я бы никогда ничего не исключал. Я не думаю, что разумно говорить Путину, что мы не станем этого делать, хотя бы потому, что это ему обеспечивает новое пространство для маневра, чтобы преуспеть в своей войне в Украине. Так что мы никогда не должны исключать ничего. Но здесь и сейчас я очень ценю решение о доставке танков и призываю всех ускорить доставку. Ну и об этом же, о том, нужно ли передавать Украине истребители, другой мой коллега, корреспондент программы «Настоящее время Америка» Михаил Комодовский в Вашингтоне спросил у бывшего британского премьера Бориса Джонсона. Накануне Джонсон посетил в Соединенных Штатах украинский дом и встретился с послом Украины в США. И сам Джонсон говорит, что прилетел в Штаты, чтобы донести до Белого дома месседж. Откладывать помощь Украине нельзя. Нам говорили, что мы не должны передавать определенные виды вооружений из-за риска эскалации. Это оказалось ошибкой. Я помню, об этом шла речь, когда дело дошло до переносных противотанковых установок и джавелинов. Очевидно, что они были необходимы. На ранних этапах, когда у Украины появилось такое оружие, оно оказалось очень ценным. Помнится, не так давно мне говорили, что передача танков немыслима. А теперь мы все передаем танки. Поэтому моя общая оценка будет такой. Давайте продолжим обсуждение. Но не будем медлить. Я считаю жизненно важным, чтобы Украина как можно быстрее получила необходимое оборудование. Это гуманно и для украинцев, и для всего мира. Господин Джонсон, Киев пытается создать специальную инициативу и программу по поиску и аресту активов российских олигархов в мире. Если бы вам предложили возглавить эту инициативу, вы бы приняли это предложение? И как в целом вы оцениваете эту идею? Это очень хорошая идея. Я думаю, это оказало большое влияние на режим Владимира Путина. Перспектива экспроприации имущества действительно напугала его ближайшее окружение. И я буду поддерживать это всеми возможными способами. Но, госпожа посол, вы занимаетесь финансами. Вы знаете, это лучше меня. Чем больше санкций, тем больше изоляция. И мы очень рады, что США проголосовали не только за бюджет на этот год, где оговаривается поддержка Украины, но и за особую инициативу по аресту российских активов. Когда эти активы конфискуют, станет возможным передать их нам. Это не только вопрос справедливости, но также вопрос компенсации и средств на восстановление Украины. Ну и в продолжении этого разговора про имущества российских олигархов, власти Великобритании планируют в течение нескольких недель передать Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов, которые российский олигарх Роман Абрамович получил от продажи английского футбольного клуба «Челси». По данным издания, передачу средств готовится одобрить британская комиссия по благотворительности, после чего операцию должен окончательно согласовать Евросоюз, поскольку Абрамович находится под санкциями ЕС. Об этом пишет газета «Телеграф» со ссылкой на свои источники в британском правительстве и также утверждает, что деньги будут переданы специальному благотворительному фонду помощи жертвам войны Украине. Представители Абрамовича вчера через российские СМИ заявили, что сам Абрамович не имеет отношения к передаче украинских своих средств. После продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей. Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения. Такой комментарий пресс-офис Абрамович дал российскому агентству ТАСС. Ну и российское гражданство из-за войны – это актив, который теперь в других странах часто мешает. Но если вы помните, с начала войны от российского гражданства отказались пять российских миллиардеров, среди которых был Олег Тиньков, который, правда, после начала войны перестал быть миллиардером, ну а также еще четверо – это основатель инвестиционной группы Freedom Тимур Турлов, экс-глава тройки «Диалог» Рубен Варданян, инвестор в технологический сектор Юрий Мильнер, а также создатель платежного сервиса «Револют» Николай Сторонский. Ну а еще, вероятно, из-за войны в России стремительно выросло количество выданных за год заграничных паспортов. Агентство РИА Новости, ссылаясь на российское МВД, вчера написало, что в 2022 году россияне оформили более 5 миллионов и 400 тысяч загранпаспортов – это на 40% больше, чем годом ранее. В абсолютных цифрах это плюс полтора миллиона загранпаспортов к 2021 году. Из 5 миллионов и 400 тысяч загранпаспортов – это рекорд в истории России. Предыдущий рекорд, когда россияне получили 5 миллионов и 50 тысяч загранпаспортов, был, кстати, поставлен в 2018 году, тогда, когда Владимир Путин пошел на свой очередной уже пятый президентский срок. Но теперь загранпаспорта российские власти выдают не всем. Консульство России в Литве отказало в выдаче нового заграничного паспорта россиянке Кристине Завьяловой, мужа которой объявили в розыск в России по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом изданию «Верстка» рассказала сама Завьялова. Женщина имеет вид на жительство в Литве. Ее действующий российский загранпаспорт истечет в июле 2023 года. Поэтому в декабре она подала заявление на получение нового. Но это заявление было отклонено. В консульстве Завьяловой ответили, что выдача паспорта была отказана в связи с письмом из Федеральной службы судебных приставов. Семья Завьяловых уехала из России в октябре 2022 года. Это произошло незадолго до оглашения приговора мужу Кристины, которого обвинили в фейках про российскую армию из-за того, что он в магазинах расклеивал антивойные ценники. Во время следствия муж находился под домашним арестом. Он решил уехать из России после того, как прокурор запросил для него 6 лет колонии. После отъезда Завьялова объявили в розыск и судебное разбирательство по его делу приостановили. А сейчас, если вы поняли, его жене отказывают выдача российского загранпаспорта. И это уже третий случай отказа в выдаче российских документов консульствами России за рубежом, о котором известно 30 января телеграм-канал команды Алексея Навального «Сирена» рассказал об отказе посольства России там же в Литве оформлять загранпаспорт бывшему координатору Ярославского штаба Навального Елене Ликиашвили из-за неоплаченного штрафа за участие в митинге 23 января 2021 года. И вот в течение нескольких мгновений мы Елену Ликиашвили увидим. Она сейчас присоединяется к нашему эфиру. Елена, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы, насколько я понимаю, экс-координатор штаба Алексея Навального в Ярославле. И, как я понял, сейчас вы в Литве. Да, я в Вильнюсе. Я бы не называла себя экс. Мне все-таки нравится мой статус. Координатор штаба в Ярославле. А, не экс. Окей. Вы продолжаете эту работу выполнять из-за границы. Ну, собственно, расскажите вообще, как российское посольство объясняет отказ выдать вам загранпаспорт? Вот смотрите, вот у меня уведомление. Здесь написано об отказе в оформлении выдачи паспорта. Чтобы вы понимали, в Литве, здесь, в Вильнюсе, в посольстве все очень в консульстве. Очень-очень милые и добрые. Но когда я звонила, пыталась выяснить, в чём дело, почему это было в декабре, а на документы я подавала в августе. Внезапно все стали такими хмурыми и такими неприветливыми и сказали, мы вам на почту отправили уведомление. Вот это уведомление об отказе. Ну, собственно, да, тут написано, что у меня есть штраф 314 тысяч рублей, там, с какими-то там копейками, за то, что я организовала митинг 23 января 2021 года, и, собственно, вот причина отказа. А вы пытались с юристами вообще выяснить, является ли... Ну, я так понимаю, что вы обжалуете этот штраф, верно? Большое спасибо фонду борьбы с коррупцией, что мне не приходится это обжаловать. Они мне просто этот штраф оплатили. То есть он оплаченный штраф? Теперь, да, когда вот эта вот проблема появилась, я обратилась к юристам фонда борьбы с коррупцией, и они мне оплатили после этого. А вы вообще выясняли с юристами, является ли какой-либо неоплаченный штраф, ну, в принципе, не знаю, штрафы бывают совершенно разные, на разные суммы, является ли это основанием для не выдачи загранного паспорта? Вы знаете, вот по-человечески для меня это просто, ну, какое-то хамство. Ну, нельзя же так поступать со своими гражданами. Ты просто можешь в любой момент отказаться, оказаться в ситуации, когда ты без документа. Это же ненормально, да? С юристом я говорила, и мне сказали, Лена, ты вытянула просто счастливый билет. Такого, ну, один-два случая на всю нашу большую Российскую Федерацию. Вы имеете в виду, что отказывают выдачи документов из-за этого? Да, да. То есть, наоборот, не счастливый билет? Ну, кому как. Ну, вот, собственно, уже мы знаем о двух случаях, когда россиянам один из этих случаев, это ваш, отказывали выдачить загранпаспорт в Литве. Еще один подобный случай произошел в Канаде. А вы пытались говорить, например, с этими сотрудниками. Вот какие у них аргументы? Вы сказали, что они перестали быть доброжелательными, но, собственно, они как-то поясняют, что делать в этой ситуации? Они говорят, вы должны оплатить штраф, или что вы должны сделать? Вы знаете, вот эти вот люди, которые были очень приветливые, когда я пришла с ними, ну, просто подавать заявку на новый паспорт, они перестали быть доброжелательными. И больше мне как-то не захотелось с ними общаться. То есть вы, условно, никаких уточняющих вопросов мне не задавали? Нет, нет, никаких. Но вот это уведомление, блин, отказ от оформления паспорта, ну, это же отказ. Как мне с ними разговаривать теперь? А вы можете предполагать, например, у сотрудников российских консульских учреждений за рубежом, есть, не знаю, списка людей, которые связаны с фондом борьбы с коррупцией и другими структурами Навального? Мне сложно на этот вопрос отвечать. Насколько я знаю, все мои коллеги абсолютно нормально получали все паспорта, все документы, и говорить о том, что это какое-то преследование, нет. Мне кажется, что в моем случае... А вы стали первым человеком, кто с этим столкнулся, а кто-то из, условно, ваших коллег после вас обращался за паспортом? Нет, нет, нет. Таких историй я не знаю. И, наверное, их нет просто. Мне кажется, что это такая как бы маленькая месть местных эшников ярославских, которые вот эти вот... включают вот эту вот машину по... Ну, такую, да, административное давление. Елена, вот объясните вашу логику про местных эшников. То есть, если я правильно понимаю, когда человек подает документы на загранпаспорт, некий запрос об этом идет в, вероятно, местной МВД? Да, да, я об этом говорю. Что местная МВД очень на меня обиделась. Что я была такой активной и такой полезной для ярославского сообщества. Ну, вообще, все-таки спрошу я вас об этом. Как вы думаете, может ли... Уже пресса пишет об этом. Может ли это все-таки стать некой новой практикой, как российские власти будут усложнять жизнь уехавшим оппозиционерам, например? Вы знаете, я буду молиться за то, чтобы нет. Очень бы этого не хотелось, потому что, ну, без паспорта жить, ну, это не очень интересно. Ну, то есть, вы сразу становитесь вне закона в той стране, где находитесь? Да, но понимаете, что я не могу никуда уехать, я не могу там никакие документы подать, ни в больницу записаться. Вот это вот... вот это вот все меня ждет. Елена, у меня последний вопрос коротко. Я правильно понимаю, что вы сейчас будете заново подаваться и будете заново вот эту процедуру проходить? И, в общем, результаты еще мы узнаем этого? Ну, я еще раз подамся, но одновременно я буду думать о том, чтобы запустить процедуру получения паспорта иностранца в Литве. У вас есть такая возможность. Елена, спасибо большое вам. Елена Аликиашвили, экс-координатор штаба Алексея Навального в Ярославле, который российское посольство в Литве отказывалось выдавать загранпаспорт. Была гостья нашего эфира. Спасибо. Спасибо. Ну, а в соцсетях продолжают обсуждать слитые, собственно, из архивов исходные коды Яндекс, которые появились в интернете на этой неделе. Журналисты уже успели изучить архив размером в 45 гигабайт и нашли там доказательства того, что компания Яндекс подвергает цензуре результаты поиска. Например, чтобы буква Z, символ российского вторжения в Украину, не оказалась рядом с символами нацистской Германии. Ну, а еще Яндекс настраивал выдачу картинок в сервисе так, чтобы фотографии президента России Владимира Путина ни в коем случае не попали в выдачу, если пользователь забил в строку поиск такие слова, как «бункерный дед», «главный вор» и «плешивый». Ну, и массу других известных вам слов, которые произнести в эфире я не могу, потому что они матерны. Эксперты IT-индустрии говорят, что пока слитый архив исходного кода Яндекса проанализировали лишь по верхам, ну, и там могут найти еще множество неприятных для Яндекса вещей. Подробнее о том, что там уже обнаружили в сюжете Антона Бенедиктова. Бункерный дед По данным русской Википедии, Бункерный дед — оскорбительное прозвище президента России Владимира Путина, ставшее интернет-мемом. А вот, судя по исходному коду российского поисковика Яндекс, попавшему в сеть на прошлой неделе в компании, пытались это скрыть и сделать так, чтобы в результатах поиска реже появлялось изображение Владимира Путина по запросам, например, «Плешивый», «Главный вор» или «Когда он сдохнет». В коде так и прописано «Минус Путин». Мы мало что знаем про работу алгоритмов Яндекса. Компания никогда не раскрывала особенности их работы. Теперь же мы, по крайней мере, знаем, что компания не только удаляла ссылки на неугодные российским властям сайты и цензурировала Яндекс.Новости, но также и фильтровала любые запросы на поиск изображений видео так, чтобы изображения Путина и символы текущей войны не появлялись в неприятных для власти контекстах. Подозрения были давно. Взять хотя бы известный пример с поиском по слову «Буча» в Яндексе, граффити и ссылки на российское ТВ, в Гугле «Сожженная техника» и «Тела мирных жителей» на улицах украинского города. Из нового архива становится ясно, выдачу могли редактировать и в связи с расследованиями оппозиционера Алексея Навального. Ну и кроме того, Яндекс продвигал в поиске собственные продукты. В компании случай ручного управления выдачей признали. Через такие костыли исправляли отдельные ошибки системы рекомендаций, которая отвечает за дополнительные элементы поисковой выдачи и регулировали и регулировали настройки поиска по картинкам и видео. Если бы такое выяснили для Гугла как поиска и для Амазона как поиска, это однозначно в Соединенных Штатах Америки произвело бы очень серьезные последствия. Потому что это подрыв доверия совершенно. У нас, понятно, в России к институту репутации относятся совершенно по-другому. У нас ее фактически нет. В самом Яндексе утверждают, что с их помощью совершается больше 60% поисковых запросов в России. После вторжения в Украину руководители компании попадали под санкции Евросоюза. В Брюсселе объясняют это так, цитата, «Яндекс является ключевым элементом сокрытия от россиян информации о войне в Украине». Для многих пользователей картина мира формируется тем, что выводит Яндекс на своих страницах. И поэтому, конечно, для людей, которые собственно не сильно подкованные, для них эта картина мира начинает создавать определенные образы в голове. Однако для тех, кто, конечно, следит за тем, что происходит по российском законодательстве в сфере правоприменения по российской цензуре, уже давно понимает, что Яндекс, к сожалению, это уже далеко не тот сервис, которому можно верить. Как вообще 45 гигабайт секретного кода оказались в открытом доступе? Источник в компании рассказал изданию Хабр, что это вина одного из бывших сотрудников. Как бы, а что случилось? Да, война началась. И если раньше там IT-специалисты могли соглашаться, не замечать что-то, то, ну вот, они таким образом протестуют. Это считается, в общем, не очень этичным действием среди IT-специалистов, вот так вот, даже внутри. Но если, так сказать, у них нет другого механизма протеста, то они это реализуют. Там снапшот кодов, наверное, из основного репозитория за определенную дату. А его же может сделать только высокопоставленный IT-шник. Это может быть высокопоставленный разработчик, глава всех разработчиков буквально, высокопоставленный администратор безопасности. Саркис Дарбинян из Центра цифровых прав вспоминает и прошлые утечки. Например, слив информации о миллионах клиентов Яндекс.Еиды. И говорит, надеяться на защиту своих данных российским пользователям явно не приходится. Во-первых, эти данные уже доступны широкому кругу лиц, которые могут из этих датасетов делать, что хотят. И, конечно же, надо понимать, что в рамках пакета Яровой, того законодательства, которое существует, конечно же, Яндекс бэкапит все эти данные и предоставляет прямой доступ ФСБ, как это требует российский закон. Еще одна проблема, которую вскрыла публикация, оскорбления, которые использовали программисты Яндекса в адрес своих конкурентов и даже самого кода. Например, некоторые процессы они называли неграми. В Яндексе говорят, сейчас нам очень стыдно и мы приносим извинения. Конечно, у нас многие оправдывают тем, что это было написано много лет назад и вообще, ну, программисты, они такие несоциализованные и прочее. Но это тоже будет иметь очень важный момент для репутации бывших работников Яндекса на Западе, для репутации компаний, которые отделяются и уходят на Запад в случае с Яндексом. Обижают не только конкурентов. В утечке были расшифровки разговоров с голосовым помощником Яндекса Алисой и ей можно посочувствовать. Похоже, пользователи в России ей часто угрожают. Заткнись, хватит спорить. Ты хоть знаешь, с кем ты споришь? С великим президентом России Путиным. Действительно ли в данном случае с Алисой спорил президент России, о котором в Яндексе так заботятся, мы проверить не можем. Антон Бенедиктов, Настоящее время. Это программа «Утро» на канале Настоящее время. Поставьте лайк под нашей трансляцией и включайте нас завтра в 9 часов утра по Киеву и Риге и в 10 часов по Минску и Москве. Меня зовут Алексей Александров. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»